Память о Большом Исходе Память о Погибших Мемориал памяти олицетворяет нашу скорбь по погибшим. Пустые стремена – это символ погибших всадников, всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу и справедливость. Звон, который они издают – это эхо той большой трагедии. Это голоса тех, кто бежал от карателей, погиб на высокогорных перебалах, голодал и терпел унижения, умирал на чужбине. Тысячи и тысячи прерванных в рассвете лет жизни. Тысячи и тысячи погибших женщин, детей, стариков. Рассказывать о трагических событиях в истории, конечно, нелегко, но молчать кажется еще сложнее. Сегодня становится очевидным, как отметил глава государства, с высоты прошедшего столетия это было действительно национально-освободительное восстание за сохранение родной земли. Борьба за свою свободу, которая была спровоцирована царским указом о мобилизации коренного населения на военно-тыловые работы и жестоко подавлена карательными отрядами. Простой народ всегда понимал, что в трагедии 1916 года не виноваты такие же простые русские люди. Не было и нет у народа Кыргызстана чувства ненависти к русским или жажды мести. Не было и нет. Я горжусь душой своего народа, его умением прощать, жить будущим, а не прошлым. Отметил президент и великодушие кыргызского народа, его умение прощать, жить будущим. Да, в истории кыргызско-российских отношений были разные страницы, но простые люди всегда были вместе, прощали обиды и дружили долгие годы. Как это было во время Великой Отечественной, как это было и после. Но забывать, как говорят историки, пусть даже самые трагические события, никак нельзя. Мы не должны, в истории не должны оставаться белые пятна. Как бы нам не было тяжело, как бы нам не было трагически вспоминать все эти события, тем не менее, это наша история. Вот в этом случае я вижу, что действительно мы суверенные, независимые государства, не только в политическом смысле, но и духовно. Те, кто не помнит историю, те манкурты, но те, кто хочет из истории разжечь современное пламя, те просто враги своих народов. Поэтому я считаю, что эта дата, которую отмечают в Кыргызстане и о которой помнят, естественно, в России, она должна общей скорбью очистить нас от тех проблем и трагедий, которые существуют. И вновь в Атабииде сегодня звучат суры священного Корана. Как говорят у кыргызов, долг перед предками теперь можно считать отдан. Манас Ачгитов, Бахыт Кушалиев, НТС.